всем доброе утро всем привет я пошел короче я ездил сейчас на работу мне вчера позвонили с работы сказали что я приехал забрал подарок вот и я пошел с этим сейчас поеду сниму и короче это поехал и забыл вообще забыл просто что снять как я поехал там все такое в общем ладно сейчас так расскажем на общем вчера позвонили с работы сказали вот приезжай забирай подарок типа ну компании 27 лет вот и ну не типа в смысле 27 лет и вот вам типа но и большая сдают каждый год короче в этот раз какая-то новая колбаса на такая колбаска такая колбаска и вот такие вот сосисочки мне не понравились мы их ели в тот раз что-то не очень не понравились поэтому да не вкусные ну вот колбаса нормальная вот это миланская колбаса хорошая сырокопчик и вот такая колбаса тоже нормально но мы сейчас будем завтракать сидится потому что поля уехал мы еще никто ничего не завтракал да я уехал привез подарки а макс не хочет завтракать он говорит я хочу мороженое с клубникой до максим но надо сначала позавтракать нормальную иду кубу а потом мороженое хорошо мы собрались ехать в леруа мерлен потому что вчера мы купили максу пистолет водяной а коли его уже сломать успел поэтому видим леруа да за новым пистолетом нет надо трубку там купить вообще либо капельницу купить там такая ситуация получилась я в общем хотел чтобы ну максим давай накачаем сильно чтобы короче ну брызгал прям мощный грунт давай если накачивал 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 и короче трубка лопнула просто поменять трубку и все будет дальше работать штатном режиме поэтому мы что едем просто либо в леруа либо час ну короче с пистолет собой взяли сейчас найдем по диаметру трубку такую же это наверно от капельницы подойдет либо знаете вот заехать в магазин автолаза можно еще там посмотреть трубку эту знаете которые на брызгалки идет и посмотреть еще можно садовую трубку мы там тоже в леруахе видели тоненькую вот эти вот канада то чуть-чуть совсем такой кусочек надо для начала нужно купить отвертку чтобы можно было все это раскрутить ну да какая не подходит дальше вот коля нашел которая подходит до 86 рублей сейчас мы собираем инструментов получается так что как на новый этот да на новый отвертка то тебе я думаю пригодится еще мне вот такие чего-нибудь лучше бы отвертки какая-то тоненькая видишь она ни к чему но вот пистолет распределить нашли трубку которую нам надо смотрите вот трубка и вот который мы в леруахе нашли все четко вообще один в один да только это намного прочнее которая стоит 30 рублей метр понимаете метр нам тут хватит весь пистолет замотать она ну она мощная прям очень крепкая и это не лопнет точно смотрите вот эту я вот вот видите рукой сдавливаю спокойно и эту вообще не сдавливается но она как бы это я нагрею маленькой и фокус главное чтоб качалась все нормально вот она в этот раз трубка и не лопнет правильно давайте позовем консультанта пускай нам метр отрежем так я еще хочу взять какой-нибудь салат потому что наш уже все надо новый посадить сейчас какой-нибудь выберу тут может еще что-нибудь помимо салата сейчас короче посмотрю зеленушку какой-нибудь вот что я взяла такой вот салат и шпинат у меня отвертка есть какого-то метр сказали можно еще и полметра взять но поля решил что ему метр нужен на 30 рублей он стоит чтобы дома валялся кусок а мало ли макс потом сломает опять сделает коля тут разложился прямо на постели собирает максу пистолет короче вот смотрите вот видно вот лопнула она вчера вот трубка это вот она вот так вот я сейчас поставил новую ну сейчас я обрежу естественное просто померить вот наделаю она прям идеально села все на виде вообще прям вот плотно прям четко даже ничего не пришлось не нагревать не подрезать сейчас я обрежу здесь по размеру и все вот она вот такой кусочек ты нужен был то есть она лопнет макс перекачает новую день еще вот это если чем можно будет заменить вот механизм вот он весь а вот получается не на вот эта фигня вот у нее просто вставляется через трубку накачивает баллон воздух получается и все здесь вот все просто же а я хочу сейчас посадить шпинат с салатом покажу сейчас как у меня там выглядит этот ящик в котором сидел салат как здесь жарко у нас еще кондиционер работал я сейчас отключила вообще пекло в общем вот этот ящик большой вот здесь сидел салат здесь сидела петрушка и здесь вот лук лук я сейчас соберу обрежут эти вот сухие и пересажу его в новое место он там будет дальше расти в какой-нибудь ящичек еще здесь у меня петуния места мало покажу издалека вот она в принципе цветет все хорошо но иногда вот здесь вот видно она даже не успевает раскрыться и вот так засыхает потому что солнце сильно сюда попадает на и плюс жарко здесь я наверное петунию переставлю на пол но для этого нужно сначала здесь убраться здесь максим кины разные игрушки валяются вот буду убираться сейчас на балконе посажу здесь правда я не знаю наверное надо будет чем-то накрывать потому что здесь очень сильно печет солнце ну и все в общем здесь очень быстро пересыхает и сжигается на солнце поэтому я думаю что надо было вот моблеруа ездили надо было купить спонбонд чтобы можно было накрывать ну да ладно пока пока так будет и еще хочу сейчас наверное первым делом начну с того что я перенесу лимоны в ванную промою их под душем потому что они уже пыльные стали это же земля сухая заодно и прольется все а еще где-то здесь в каком-то из лимонов висел плодик я не знаю отвалился он или нет может быть найду по идее он уже должен нормально был подрасти но если не отвалился конечно сняла я ящик здесь земля такая прям сухая сухая и вот частично проливаю водой там час подончики вода уйдет еще немножко пролью а соберут этот весь мусор и посею туда шпинат и салат пополам еще вот лучок вот сюда уже рассадила сейчас на балкон отнесу тоже земля суховатая немножко постоит там в поддоне вода ну в принципе для двух для лука наверное не сильно плохо если она там будет стоять все же здесь пропылесошу уберу листья наведу здесь порядочек на полу и в принципе уже все готово будет лимон так и не нашла где-то вот он был один и что-то не могу его найти видимо он просто где-то отвалился может когда переносила из ванны там но я же частенько их таскаю под душем мыть короче нету лимона ну ладно листьев много значит свести будет однозначно особенно вот на том лимоне было очень много плодов ночью-то как-то он надо какие-то удобрения надо купить сертику надо взять сертика закончилась хорошие очень удобрения вот надо будет наверное снова нам ехать в леруа брать удобрения брать спонбонд и что-то как-то я не подумала вообще об этом ну да ладно здесь сейчас тоже луку беру и здесь в принципе земля нет еще надо будет пролить пару раз сейчас там вода уйдет еще раз пролива персик помощник кто там такое нашел тебя листик прилип на нос и это чего съел то ладно сейчас буду убираться здесь будет порядочек а кстати перцы не показала же вам перцы уже вот такие выросли конечно им здесь жарко им здесь очень жарко от солнца хоть они и стоят как год закрыты можно сказать нас но солнца очень много к ним попадает и я думаю не очень хорошо это для них перчики вот хорошие такие крупные крупные должны быть перцы вот уже тоже перь персик здесь когтями полазил здесь вообще он целая куча перчинок перцы я только поливаю вообще ничем не удобряю просто вода и все они сами по себе растут неплохо все я уже все посеяла с правой стороны у меня шпинат с левой салат салата было кстати всего 10 семечек вот такой вот гранд rapids всего 10 семян было а шпината много и он еще вот такой вот обработанный в общем позвала колю чтобы повешать теперь это все обратно а то стало она все тяжелее напиталась водой сейчас вместе с ним повешаем и все его так вот здесь все это выглядеть будет уже все по убирала здесь хорошенько персик поймал какую-то муху ты кого там съел сам не понял наверно кого съел вкусно было на персик давай домой теперь заходи будем закрывать тут все повешаем обратно вот эту штуку ящик этот будем закрывать балкон включать кондиционер и там будет пекло короче коля сам все принес сам все поставил закрепил значит а как-то она странно все установил коля там все персик балдеет лежит предлагаю коля съездить снова в леруа мерлен что ты на это скажешь не хочешь катана скупила он лежит вообще так здесь жара такая мне кажется он это маленько расставил короче не получается подцепить почему-то на тех двух хорошо держится на этих двух болтается да потому что на те вся нагрузка и приходится а почему так происходит вот начать ну всем красота не ломай ящик пожалуйста молодец спасибо персик пошли домой идем она коля пока тут это не поднял вот сейчас я тут все помою вытру все равно тут земля надо помыть это все надо тоже на балкон убрать куда-нибудь персик пошли домой пойдем домой пойдем молодец куда пошел ты не домой пошел под пальмы давай вот так я тебе помогу мы второй раз уже приехали в леруа мерлен оказывается нам нужно еще купить клей еще нужно купить двухсторонний скотч чтобы жалюзи наши приклеить что нужно взять уровень уровень еще надо а у нас же двухсторонний скотч может быть красный я не могу его найти я не знаю где он конечно можно еще поискать мне кажется проще уже новый купить тут более моблировать и давай новую каля взял себе вот такой вот уровень за 600 рублей да он короче нам пиздится очень много раз поэтому надо так мы еще взяли вот такие вот подставки антивибрационные вот такие вот у нас стиралка бегает по полу да и она не должна бегать попробуем да и так мы сейчас пришли в садово-огородный отдел сейчас будем здесь искать укрывной материал и удобрение я еще хотела посмотреть так спамбон нашла вот такой за 65 рублей нам в принципе его хватит он небольшой 16 на 5 метров а этот 6 на 16 метров и какой это наверно вот этот залетные остальные или что же желтые 6 на 16 вот такой мы взяли так а теперь нужно удобрение что-то я там пробежалась не увидела его нужна фертика весна-лето может еще здесь есть здесь поищу в общем удобрение не нашла там продавались только в мешках а мне нужно в баночке я в семинах для Сибири покупала это удобрение поэтому наверное там придется его и брать мы заехали в ленту потому что Коля хочет нутеллу не только я хочу нутеллу но еще и Максим хочет нутеллу да Максим тоже сказал что он хочет только ее нигде нету по акции зашли в Едодил а она короче везде по такой зиме пойдем в торт посмотрим если торт есть по акции на нутеллу торт то по-любому есть какой нибудь хотя здесь в Ленте нам вряд ли надо в нашу ехать там обычно пасты оказывается и тут есть три шоколада все только один получается ну ладно возьмем этот три шоколада вкусный двадцать первого сегодня какое двадцатая на завтра поэтому никто и не забирает его за завтра что сделаешь ну все я думаю ты вряд ли его до завтра съешь сейчас дожди посмотрим а сколько он стоит так получается килограмм сейчас мы высчитаем что лучше купить нутеллу или торт да Коля посчитал что выгоднее взять нутеллу потому что торт завтра уже испортится а нутеллу он сможет есть два дня ну не два дня почему два с половиной а самое главное выбрать свеженький батон ну он такой пойдет это нормальный давай хлебушка возьмем давай короче я взял нутеллу просто ее хватит на несколько раз поесть торт надо быстро вкинуть и все то есть лучше тогда уж паста надо максу взять батончик вот стекло мягкий вообще давай его возьмем максу багет возьмем а мы что-то зашли за пастой по факту короче набрали вон полный пакет всякой фигни да ну так получилось того захотелось маленько что-то того захотелось и все и пока шли что-то это все потому что нельзя ходить в голодный магазин ну да что сделать что-то вареников так захотелось вообще капец вот решили взять ну и так вот по мелочи по мелочи набрали всякой фиги сейчас дома придем покажем у нас варятся пельмешки которые коля выбрал я выбрал категория а написано макс уже ждет сейчас будем пробовать пельмени ну вы с максом будете пробовать я хочу вареники попробовать давай покажем какие взяли такие вареники взяли домашние секреты по составу посмотрели вроде неплохие а пельмени не можешь показывать какие взяли на покажем велика сочные пельмени классический сибирский гурман категория до этого брали ну что вердикт как тебе пельмешки такие пойдут с домашними вообще не сравняться я попробовала короче такие себе домашними да домашний максим вообще их не стал есть он прям хотел так пельмешки поесть и не стал домашний да конечно много лучше и вареники и пельмени намного лучше поэтому мы будем замораживать чтобы вот так вот можно было раз и сварил нападает на меня кот не вареники не понравились не пельмени хотя но я вареники поела в принципе такие можно есть тесто невкусная начинка в принципе нормально короче я как хотел поесть чтобы я короче встать не мог я так и поел я съел салата короче 300 грамм съел пельмени штук 20 на побольше даже на 25 хлеба и короче все теперь знаете на животе кожа натянулась глаза начали закрываться надо спать я там снизу колбаса была снизу колбаса это у тебя снизу колбаса я ел просто хлеб я не знаю про какую колбасу идет речь ну да ладно мы отпустим этот вопрос будем ложиться спать всем этот подписывайтесь наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока миллион лайков на поставьте миллион лайков ё-моё так сложно что ли миллион хотя бы 100 каким миллион лайков блин очень сильно но я думаю что я не думаю точнее я знаю что это в будущем конечно произойдет но хочется сейчас поэтому давайте приблизим будущее маленькая ну сюда поближе всем пока